В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов провел встречу с жителями поселка Дрожжино. Они хотят, чтобы у них было комфортное место для отдыха, то есть организован парк. Реализация программы «Безопасный регион» в муниципалитете. Основное место установки видеокамеры – это массовое скопление людей, социальные объекты. Мотобольный клуб «Металлург» на домашнем поле обыграл соперников из Ставропольского края. Сейчас решается, кто в дальнейшем будет лидером чемпионата этого года. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов провел встречу с жителями поселка Дрожжино, в ходе которой обсудили ряд проблемных вопросов. Основные темы, волнующие население – это отсутствие пожарного депо, отдела полиции и прямого выезда на Варшавское шоссе. Подробнее в нашем сюжете. Встреча с главой муниципалитета была построена в виде диалога. Жители могли напрямую высказать свое мнение по решению насущных проблем и получить ответы на интересующие их вопросы. А таковых накопилось немало. Новый микрорайон, достаточно заселенный, здесь очень много проживает жителей. Для этих жителей требуется безопасное, чтобы эта жизнь была безопасна. Они хотят, чтобы здесь было отделение УВД. Они хотят, чтобы у них было комфортное место для отдыха, то есть организован парк. Житель деревни Дрожжино Андрей Лысак обратился к главе округа с просьбой об организации пожарного депо в микрорайоне, где проживает почти 70 тысяч человек. За последние 2-3 месяца личным был очевидцем и у нас по официальной статистике как минимум 6 крупных пожаров. Что такое крупный пожар? Это когда горит целое домовладение или, к несчастью, есть жертва. В ходе встречи Дмитрий Абаренов проинформировал жителей о стадии передачи в казну муниципалитета улицы Южной. Производится приемка второй части этой дороги. Были замечания у рабочей группы в результате комиссионного обследования. Соответственно, до 23 июля, до пятницы они должны эти замечания устранить и нам дорогу передать. Еще одна тема, которая была затронута, это организация прямого выезда для общественного транспорта на Варшавское шоссе. Для выезда автомобилей в полном составе необходимо организовать переход на скоростную полосу, которую там сейчас делать ее невозможно, с учетом существующих примыканий на Варшавском шоссе. Также на встрече обсудили вопрос организации систем канализации водоснабжения деревни Дрожжино. Жители беспокоят незаконная парковка грузового автотранспорта, который перекрывает выезды и создает аварийные ситуации. Жители, да, это тот рупор, который живет в этой среде, который видит, выявляет, который информирует своевременно, а уже исполнительный орган власти его реализует. То бишь, ищет способы непричинные, способы сделать, а не причины не сделать. А мы, депутатский корпус, именно являемся тем мостом между жителями администрации, которые слышат, видят и спрашивают с той же администрации в виде отчетов о проделанной работе. Ряд проблемных вопросов этой территории уже прорабатывается администрацией Ленинского городского округа совместно с правительством Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Евгений Садовский, ВИДНЭТВ. Сегодня в округе работает 15 постоянных пунктов вакцинации. Они находятся на территории торговых центров, в амбулаториях и МФЦ. А для тех, кто хочет привиться рядом с домом, работают мобильные бригады медиков. О том, как проходила иммунизация жителей в поселке Лопатина, расскажет Александра Столярова. По последним данным, в Ленинском округе от коронавирусной инфекции привились более 55 тысяч человек. Эта цифра постоянно растет, ведь даже с отменой QR-кодов в регионе интерес к вакцинации у жителей остался. Во-первых, это удобно, можно куда угодно ходить. А во-вторых, чтобы не заболеть самому и не заразить других. Я слышал много историй, что были какие-то осложнения, но я как-то не особо переживаю, потому что, ну, в принципе, коронавирус – это не очень приятная вещь. И в любом случае либо будут осложнения здесь, либо будут осложнения, когда я заболею. Бригада медиков посетила поселок Лопатина. Здесь мобильный пункт вакцинации проработал целый час. Привиться мог любой желающий. Достаточно было иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Иммунный ответ на введение вакцины формируется около 42 дней. В течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности. Отказываться от ношения маски не стоит. После прохождения двух этапов вакцинации на сайте госуслуг в течение нескольких дней появляется вот такой сертификат. Однако, если вы уже получили вторую прививку, а QR-кода все еще нет, стоит обратиться в медицинское учреждение или посмотреть статус своей учетной записи. Она должна быть подтвержденной. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Система видеонаблюдения Московской области – безопасная. Регион объединяет тысячи камер, размещенных в парках и скверах, на домах и в подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Информацию с записывающих устройств используют для обеспечения общественной безопасности. О том, как реализуется программа в Ленинском городском округе, расскажем в нашем сюжете. Администрации Ленинского городского округа уделяется большое внимание вопросам безопасности жителей. Уже пять лет на территории муниципалитета функционирует система видеонаблюдения «Безопасный регион». На сегодняшний день подключено более трех тысяч видеокамер. Основное место установки видеокамер – это массовое скопление людей, социальные объекты и те места, которые победили в так называемом голосовании добродел, которые проходят ежеводно. Криминогенные места, которые определяет УВД и по заявкам граждан в том числе. Население городскому. Видеонаблюдению относятся по-разному. Для кого-то это вторжение в частную жизнь, для других – гарантия безопасности. Жительница города Видно Екатерина считает, что камеры необходимы в общественных местах. Я только за то, чтобы устанавливали камеры, потому что по вечерам здесь постоянно какие-то шоу происходят. Очень даже небезопасно и страшно. А если камеры будут работать, то я думаю, что это поспособствует безопасности. В 2019 году в рамках комплексного благоустройства камерами видеонаблюдения была оборудована территорией у кинотеатра «Искра». По поводу детей, я не знаю, здесь дорога рядом, возможно, там какие-то ситуации, если вдруг, не дай боже, случается, то, в принципе, это было бы, наверное, хорошо, чтобы как-то разобраться потом в ситуации. Камеры установлены также во многих многоквартирных домах. Решение о размещении устройства принимается на общем собрании собственников. Видеокамера тип 3 ПВН предназначена для фиксации лиц граждан и, так скажем, злоумышленников, входящих в подъезд многоквартирного дома или учреждения. Данная камера монтируется на входной группе в многоквартирный дом на высоте 155-160 сантиметров и предназначена для фиксации лиц граждан. Доступ к видеозаписям имеют только правоохранительные органы. Срок хранения информации составляет 30 суток. Любой человек, либо злоумышленник, который вошел в дом, в любом случае будет зафиксирован данной камерой и дальше эта информация попадет в руки правоохранительных органов для раскрытия и расследования преступления либо административного правонарушения. В мае-июне было раскрыто несколько преступлений резонансных, в том числе и похищение ребенка в Расторгуево и нападение около сетевого магазина, ограбление, дерзкое такое ограбление. Ну и на постоянной основе, допустим, сотрудники ГИКБД постоянно используют срез с видеокамер для расследования характерных аварий, особенно когда еще скрываются преступники. 79 видеокамер системы «Безопасный регион» установлены на контейнерных площадках и в местах сбора твердых коммунальных отходов. Это позволяет выявлять и устранять навалы и переполнение мусорных контейнеров, а также контролировать качество работы регионального оператора. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Вчера наши спортсмены, воспитанники Центра «Дельфин» Евгений Рылов и Иван Гирев прилетели в Токио на летние Олимпийские игры. Сегодня состоялось торжественное открытие Олимпиады 2021, а уже завтра начнутся первые соревнования, в числе которых и заплывы с участием видновских спортсменов. Наш телеканал на постоянной связи с тренером ребят Андреем Шишиным и директором «Дельфина» Гульнарой Романадзе, которая сама, к сожалению, не смогла на этот раз поддержать Ивана Евгения личным присутствием из-за ограничений, связанных с пандемией. О том, как будут проходить состязания, мы обязательно будем рассказывать в следующих выпусках новостей. Итак, наши в Токио. Мотобольный клуб «Металлург» на домашнем поле встретился с гостями из города Ипатова Ставропольского края. На чемпионате России команда «Колос» считается главным соперником для наших спортсменов. От этого игра выдалась напряженная и интересная. Об основных моментах матча и результате встречи расскажет Юлия Погасьян. Для видновского «Металлурга» это седьмая игра в рамках чемпионата России по мотоболу. Уже изначально было понятно, легко взять победу в матче с Ипатовским «Колосом» не получится. Соперник, что называется, дышит в спины видновских ребят. Последние 5-6-7 лет это основной наш соперник. Они даже уже один раз у нас становились чемпионами России, один раз у нас в клубах выигрывали по одному разу. Сейчас решается, кто в дальнейшем будет лидером чемпионата этого года. Некоторые игроки «Колоса» входят в состав сборной России по мотоболу, а как известно, ее костяк «Металлург» и его тренеры. Основные тактики и приемы сопернику были заранее известны, и они их не стеснялись применять. Что усложнило игру видновчанам. В конце второго периода Ипатовцам удалось немного отыграться. Завершился он со счетом 2-1. В сборной вместе тренируемся на сборах. В принципе, все друг друга знают от и до. Все тонкости. Но у нас есть много чего нового заготовок. Мы потихонечку их применяем, прикатываемся к новому полю. Упор «Металлург» делает на защиту. Основные игроки в этой роли – Владимир Сосницкий и Иван Кристофа. После каждого периода – инструктаж главного тренера. В этот раз на стадионе было много людей. Поддержка болельщиков придает спортсменам уверенности. «Металлургу» не так просто, как обычно бывает. Но все равно мы верим в свою победу и мы победим. Это единственный соперник на данный момент, который дает бой «Металлургу». Потому что игра вообще интересная, конечно. Но я думаю, что «Металлург» победит. Я думаю, что будет где-то 5-1 точно. Ошибся на один гол. За всю игру «Колосу» удалось дважды попасть в ворота видновчан. Итог – 5-2. «Металлург» продолжает подтверждать звание лучшего мотобольного клуба страны. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.